Всем-всем большой привет! Я сегодня со своим заказом с интернет-магазина Royal Forest. В прошлом месяце я делала заказ на этом сайте. Честно осталась довольна всем, что мне прислали. И в этом месяце была возможность тоже сделать заказ. Чему я рада? Многое мне понравилось в интернет-магазине. Я смотрела, даже когда выбирала орешки, хотелось взять все. Попробовать то, что для меня на данный момент было неизведанное. Но возможности были ограничены. В прошлый раз я брала одни, а в этот раз взяла то, что было в хотелочках. Давайте я покажу весь свой заказ. Снова не обошла я чай. Вообще Royal Forest мне чем нравится этот сайт? Тем, что у них натуральная продукция и она полезная. Вообще она подходит и детям маленьким, даже до 3 лет малышкам. Подходит кормящим мамам, спортсменам. У меня мама, например, болеет сахарным диабетом. И все, что я брала в прошлый раз, она все ела. Ну, может кроме орехов. А все, что является без сахара, без кофеина, все она ела свободно. То есть это никак не влияло на ее сахар. Многие диабетики, они сладкоежки по своей натуре. Им очень хочется сладкого, вы это знаете. Ну, ладно, давайте я вам покажу, что же у нас было в заказе в этот раз. Снова взяла черный чай. В прошлый раз был зеленый, он мне понравился. В этот раз черный. Он идет с керобом, клубникой и ягодом Годжи. Давайте я вот так поближе покажу, что говорится об этом чая. Он не просто вкусный, но и полезный. Мы его пробовали. Он приятен на вкус. Я вообще любитель сладкого чая, но этот благодаря фруктам можно его пить и без всяких добавлений сахарных. Понравилось тем, что подсолнечник, тут написано ежевичный лист и василек, они даже общеукрепляющие и противовоспалительные свойства добавляют чаю. Давайте я вам покажу, какой он красивый. Вообще у них чай весь красивый. Смотрите, такой даже приятно пить. Вообще вот, видите, чайничек, я именно в него завариваю как бы так одноразово под чайничком чашечка. И специально никогда не вешаю ситечко, когда вот такие красивые чаи, чтобы вот элементы всяких вкусностей тоже попадали в кружку. Ну, не знаю, для меня это как-то вот пикантно, изысканно и приятно. Так что я со своими подружками теперь пью вот такой вот вкусный, полезный и классный чай. Дальше, что было в заказе. Вы знаете, я в прошлый раз все смотрела на такое вкусняшки, как урбичи. Что такое урбич? Я в прошлый раз не решилась взять, но в этот раз решила. Я взяла урбич кокосовый. Вот так вот он выглядит. Давайте я вам немножечко расскажу, что такое урбич, а потом расскажу, что же я такое взяла и зачем. Вообще это натуральное и питательное средство. Его, в общем, ну, он сам из себя представляет густую однородную массу из орехов или семян. Ну, в общем, в данный момент из кокоса. Употребляются они как вот в таком виде, так и добавлять их можно в разные приготовления. То есть обычно тут какие-нибудь вкусняшки, если вы готовите, такие печенюшки, еще что-то, то вот это очень будет вместо масла даже очень классно. Тут написано, вот я вот в книжке сейчас смотрю, что оно способствует быстрому восстановлению сил после физических и умственных нагрузок. Ну, может быть. Вы знаете, такая вкусняшка на самом деле. Вот мы тут ложками вовсю работали. Но ложкой это невкусно. Это очень вкусно пахнет кокосом. Прям вот бесподобно пахнет, как кокосовое печенье. Вот прямо очень вкусно. Я взяла, либо мы что-то будем готовить, добавлять. Но в первую очередь я очень люблю хлебцы с маслом. Но сливочное масло не хочется кушать. А вот что-то подобное, это будет вкусно. На самом деле вот с чаем я вот этот турбич с огромным удовольствием, вот видите, ковыряла как могла, с хлебцами мазала тонким слоем на хлебец. И очень вкусно. Если у вас есть, как он называется, тестер, да, ну, в общем, тостер, тост делать, машинка, да, из хлеба, то на горячий тост это очень вкусно. Он сразу тает. И вот этот тост становится просто вау, какой вкусный. Если девочки, мальчики есть, то попробуйте. Ну, реально вот вкусно, очень вкусно. Я, конечно, сладкоежка, но тут прямо и новое что-то попробовать было интересно. И, ну, и вкусно. Дальше. В прошлый раз я брала два вида меда. Мед акации и мед горный. В этот раз я тоже взяла мед, но немножко другой. Тоже мед акации, но в этот раз он у меня был. Сейчас скажу с чем. Так, с пикмезом рожкового дерева. Вот такой. У всех трех аромат разный, привкус тоже разный. Если горный мед, он такой прямо темненький был и жидкий, то мед акации в обоих баночках был достаточно густой. Вот с рожковым деревом выглядит вот так. Очень вкусный. Вот этот всех больше прямо вот похож на обычный мед. Очень вкусный. И он, хотя густой, он почти не засахаривается. Ну, по крайней мере, так заявляется. Те прошлые две баночки у нас очень хорошо убывают. Причем, вот у меня, говорю, мама, если обычный мед берет и бывает, что сахар повышается, может быть, конечно, люди балуют его, то вот эти, они очень хорошего качества и для диабетика безопасны. То есть, вот реально очень вкусно и полезно. Девчонки, обращайте внимание. Кстати, я снова под роликом оставлю скидочный купон для подписчиков. 20% скидки на любой заказ. Даже если вы уже делали, в прошлый раз очень многие девочки делали заказы и говорили, что 20% скидки сработало. Можете повторно делать, и это будет работать скидка всегда. Под роликом посмотрите. Я и на сайт обязательно ссылку оставлю, и на сам купон на скидку. Дальше. Из вкусняшек я повторила. Повторила по просьбе сына. Так ему вот этот лесной орех в шоколаде из кэраба понравился. Знаете? Он говорит, мама, только не забудь. Это так вкусно. Вот это как раз я вам говорила, что детям очень полезно и понравится. Особенно детям, которым нельзя может быть шоколад. Или вы стараетесь как можно позднее угостить ребенка шоколадом, чтобы он там как можно меньше сладкого ел. То это очень вкусно, полезно и безвредно. Классно. Тут и фундук свежий идет в этих орешках, в шариках. Конфетки Макс у меня называет. И сам вот этот вот полезный шоколад из кэраба, он классный. Уже сначала, если нам казался немножечко необычным вкус вот этого шоколада, то сейчас уже мы его очень даже любим. Поэтому повторно уже тоже беру вот такую плитку шоколада. Мы брали уже с кэрабом, с обжаренным, с необжаренным, с орешками. Они еще в таких разных упаковках красивых. Сейчас я попробую вот в книжечке найти. Если получится. Да, получилось. Вот они, видите, шоколад из кэраба. И вот они есть из необжаренного. Есть с миндалем. Вот я взяла этот с обжаренным. И с ягодой годжи и изюмом. Ну, на самом деле, их на сайте больше вариантов. Чем полезна? Натуральная молочная плитка кэраба не содержит сахара, подсластителей и других вредных добавок. Только кэраб, масло какао и молоко. Обжаренный кэраб придает ей интересный, незабываемый шоколадный вкус. Реально вкусно. 75 грамм вот в такой плитке. Давайте, может быть, кто-то не видел. Я покажу. Мне кажется, вот даже такой продукт и родственникам на подарок даже вот хорошо пойдет. Вот так вот он выглядит. В этот раз не дегустировала, потому что, ну, я его уже не первый раз кушаю. Это реально вкусно. Особенно с их чаем, который у них есть. Вот такая вот красота. Далее. Если далеко от шоколада не уходить. В прошлом заказе мне прислали такой маленький беленький пробничек. Давайте я вам покажу. Вот так вот он выглядел, только, по-моему, поменьше был. Это тоже шоколад. Этот шоколад с финиковым пекмезом. Он 30 грамм. И также есть шоколад на виноградном пекмезе. Я взяла обе плиточки на пробу. Кто любит горький шоколад, но вам его нельзя. Это вот идеальная вообще замена. Вкус горького шоколада. Единственное, на виноградном пекмезе есть небольшая кислинка. А на финиковом пекмезе вот эта вот горчинка. Вот так вот выглядит упаковка. Вот так выглядят откусанные по чуть-чуть кусочки. Это я сейчас дегустировала, чтобы вам показать. И хочу показать вот об этом шоколаде. Тут очень много написано, чтобы вам было видно. Вот тот, который на виноградном пекмезе, вот так поближе поднесу. Вы поставьте на паузу, посмотрите, насколько это все хорошо написано. И то, что написано, оно соответствует действительности. Вот меня это вообще впечатляет. И второй шоколад, который идет на финиковом пекмезе, тоже можете поставить на паузу. Девочки, которые мне писали, что там у кого-то тоже и мама больная с сахарным диабетом. И сама девочка еще одна писала, что болеет с сахарным диабетом. Они тоже делали заказы и тоже остались довольны. Поэтому обращайте внимание, это если у вас родственники, кто-то страдает или вы сами, то это хорошая вещь. Прямо вот хвалу пою этому сайту. Хорошую они продукцию изготавливают. И она действительно натуральная и хорошая. Так, в прошлый раз я не обошла соусы. Я брала гранат, нет, не гранатовый. Я в прошлый раз брала, сейчас я вспомню, с топинамбуром. Забыла слово, сироп топинамбура. У меня его мама к чаю, как жидкий мед, как такой сладкий сироп. Она его пила. А ребенку я брала светлый негарагавы. Он его до сих пор еще пьет. Там меньше полбутылочки осталось. Тоже к чаю и говорит, очень вкусный. То есть маме больше топинамбур понравился, а сыну вот этот негарагавы. Кстати, негарагавы, он даже улучшает обмен веществ и способствует снижению веса. А вот сироп топинамбура, он тоже улучшает обмен веществ, выводит из организма токсины, укрепляет иммунитет. Представляете? Ну, в этот раз я решила новенькое что-то взять. Это гранатовый соус и пекмес финиковый. Соус гранатовый я брала где-то год назад у них. Тоже делала заказ на Royal Forest. И у меня был этот сок гранатовый. Чем он мне понравился? Во-первых, тут такой концентрат. Ну, если вот ложкой взять чайный в рот, то у вас там перекосит чище, чем от лимона. То есть, действительно, чисто выжатый такой концентрат граната. Но в чай вместо лимона, вместо вот, чтобы подкислить чай, это очень вкусно. Также с этими соусами очень вкусно получается делать некоторые блюда, в которые обычно вы, ну, может, там в салаты чуть-чуть лимонного сока добавляете. Можете добавлять вместо лимонного сока гранатовый. Это вот вкусно и полезно. Вообще он содержит целый витаминно-минеральный комплекс. Ну, мне кажется, это вообще уже многие знают. Хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему. Холестерин снижает. Уровень гемоглобина повышает. Ну, гемоглобин, все знают, что гранат необходим, когда гемоглобин понижен. Поэтому взяла. А что касается финикового пикмеза, то в отличие от гранатового, он не кислый. Но у него, знаете, привкус такой интересный, как у пертусина, если вы помните такое лекарство. Или солодка, да, она такая сладковатая, немножко лекарственный такой привкус. Но я вообще в детстве помню, что солодку очень любила. И когда я кашляла, говорю, мама, давай мне это сладкое лекарство. Вот чуть-чуть, это, конечно, не одно и то же совершенно. Но вот есть чего-то такое отдаленно напоминающее. Так, чем полезен финиковый пикмез? Я тут подсмотрю, потому что я не знаю, с ним я не очень знакома. Так, финики по своему составу и множеству полезных свойств являются ягодой жизни. Это замечательно. Натуральный пикмез из этих ягод укрепляет кости, иммунную систему, снижает риск сердечных заболеваний, способствует обновлению клеток в организме. Но, согласитесь, стоило взять, сама буду даже принимать и пить. Также можно к чаю, можно на сайте посмотреть рецепты. Я ссылку сказала, что оставлю внизу. У них есть такая графа с рецептами и всё это можно посмотреть там. Также я оставлю, знаете, на что ссылку. У них есть YouTube канал. И на нём рекомендации по употреблению некоторых особо экзотических продуктов даётся. И эти особо экзотические продукты тоже есть в продаже на самом сайте. То есть, если вы заинтересовались, можете зайти посмотреть и у них же и купить. Дальше, орехи. В прошлый раз мы брали фундук. И мы в прошлый раз брали кедровые. И нам прислали в маленьких, знаете, сейчас я вам покажу, вот таких вот пакетиках. Прислают ещё пробнички того, чтобы вы не заказывали, чтобы вы успели что-то попробовать. В этот раз тоже, вот, видите. Этот пустой, потому что мы его уже дегустировали вообще. Вот, видите. Вот это ягоды Годжи. Так, это вот мы в прошлый раз, что брали орешки. Фундук. А здесь были орехи Макадамии. Мы их продегустировали. А вот в прошлый раз нам давали кишью, присылали. Вот так вот они выглядят. Не смогла я они заказать, потому что мне эти орехи очень понравились. 100 грамм в упаковке. Все орехи, которые я брала до сих пор, они настолько свежие. Вот ощущение, что они только-только прямо вот в этот пакет и положены. Вот всего, видите, меньше двух месяцев назад были они упакованы. Страна происхождения у всех орехов разная. Именно кишью Вьетнам. И способ употребления также здесь написано. Кишью используется в сыром обжаренном виде, как самостоятельная закуска, а также орех кишью является отличной составляющей в первых и вторых блюдах, выпечке, десертах, соусах и коктейлях. Ну, это так и есть. И вот здесь говорится, что полезных свойств огромное количество. Омега-3, витамины. И вообще-то самый деликатесный орех. Ну, я с этим соглашусь, потому что это очень вкусно. Орех макадамии, который мы всей семьёй с огромным удовольствием продегустировали. У меня мечта была попробовать орех макадамии. Потому что я, когда вижу, что что-то косметическое продаётся с ароматом макадамии, у меня уже всё. У меня сразу ручки чешутся, ножки чешутся. Мне сразу надо срочно это всё взять и купить, и на себя намазать, налить и вымыться. Очень люблю аромат макадамии. Многие девочки тоже, как и я, любят этот сладкий. Мы, как говорим, аромат печенек. И мне хотелось попробовать орех. Он не дешёвый, конечно. Спасибо сайту. Я его попробовала. Всем понравился. Вы знаете, даже у меня муж удивился, как конфетки. Говорит, ощущение, что они как будто в какой-то тоненькой-тоненькой-тоненькой такой скорлупке. Которая очень приятная. То есть, настолько интересный вкус. Аромат у них вот той макадамии, вкусных таких сдобных печенюшек. Так оно и есть. И очень они вкусные. Вот стоит купить, попробовать. Тем более, в день можно, ну, может быть, там 3-4 орешка, и получается одному человеку, если то хватит надолго, чтобы побаловаться и получить полезные свойства. Орех макадамии – король всех орехов из-за сложности его выращивания. В его состав входят жиры, углеводы, аминокислоты, клетчатка, натуральные сахара, витамины и минеральные вещества. Так, у меня же слюни текут, настолько это вкусно. Это так и есть. Способ употребления используется в сыром, обжаренном виде. Чаще всего рех макадамии используется для приготовления десертов, выпечки, а также для приготовления соусов, гарниров и салатов. Вкусно. Страна происхождения ЮАР. Вот, макадамия приехала оттуда. Я говорю о всяху слюнях, настолько это реально вкусно. И последнее, что я взяла, точно последнее, точно, это бразильский орех. Вы знаете, меня бразильский орех впечатлил тем, видите, мы тут дегустировали, оторвала я сверху упаковочку. Они большие. Единственное, что вот 4 человека, например, взяли по ореху и так хорошо уменьшилось. Но этих орехов в суточная доза не больше 2-3 орешков. Потому что они очень питательные. И вот в таком количестве достаточная порция для взрослого человека, суточная доза всех ингредиентов, белков, жиров, углеводов, которые содержатся в орехе. Так, давайте прочитаю, потом расскажу свои дикие восторги. Бразильский орех. Один из самых полезных орехов, в состав которого входит огромное количество полезных веществ. При этом всегда нужно помнить, что их суточная норма не более 2-3 орешков. Способ употребления. Используется в сыром обжаренном виде. Также можно использовать при приготовлении каш, десертов, выпечки, салатов и даже супов. Боливия. Страна происхождения. Срок годности 18 месяцев. Ну, все свежее. Все приходит свежее абсолютно. Здесь вот полное доверие. Вы знаете, на вкус. Вот ощущение, что это орех, но в нем чувствуется и масло, и жирность какая-то, и сытость, и питательность. Мне кажется, тремя орехами наешься даже. То есть, настолько вот они, ну, стоит попробовать. Мне кажется, каждому человеку это вот, если вы не пробовали, найдите все силы это попробовать. Потому что это стоит того. Дальше. Что еще? Ну, вот в маленьких пакетиках прислали снова пробники, но я уже это пробовала. Есть на сайте еще то, что я не пробовала, но хотелось бы, хотелось бы попробовать. То есть, откуда я вам все это читала. Вот в прошлый раз мне такую брошюрку, она потоньше присылала сайт, а в этот раз вот такую зелененькую. И вы знаете, вот она почти полная всего, что есть на сайте. В прошлый раз не было печенья, я вам сейчас картинку покажу, а в этот раз я его не взяла. По-моему, тоже не было в наличии, но в прошлый раз его даже и вообще не было даже, ну, как предложение, что оно там есть. А в этот раз новинкой является. Получается, постоянно есть какие-то новинки. Постоянно там смена. Какао я брала год назад. У них очень хорошее какао, вкусное и классное. Для приготовления сладостей разных это супер. И просто, если какао делать. Также какао есть и тертое, и масло. Масло есть и кокосовое. Можно делать даже сами косметические средства. Вот видите, много того, что я вам не показала, но там есть. Даже зеленая гречка там есть. Лен, конопля кому? Тыквенные семечки, семена чая, подсолнечка, кунжут. У меня аж язык заговаривается. То есть реально много всего. Выбор большой. На сайте интереснее смотреть. Вот они, печнюшки, которые тоже очень полезны. Очень много всего вообще незнакомого еще для меня. То есть я побоялась брать, потому что я еще не знаю, что это такое. Ну много всего. Вот они, урбичи, пасты есть. Вот мед. Все три меда я пробовала. Мед акации с кербом, с пекмезом рожкового дерева это сегодня. И горный с можжевеловым пекмезом. Вот, по 250 грамм производства. Ну тут написано Россия. Вот чай. Иван-чай брала в прошлый раз. Зеленый брала. В этот раз я взяла черный. И вот я губу раскатала. Может быть когда-нибудь возьму имбирь с корицей. Кто из девочек брал, хвалят очень. Прямо реальное, согревающее свойство имбиря чувствуется. И если вы простужены, это будет замечательно. Также есть фруктовый с кербом и каркаде. И чай масала или масала со специями есть. Но это я не пробовала. Это вообще для гурманов, наверное. Вот такой вот интересный сайт. Как я вам и сказала, ссылки я оставлю. Также оставлю на скидку 20% купон. Проходите, смотрите. Ну а я пошла пить чай. Наконец-то я сняла ролик. И смогу сейчас с огромным удовольствием дегустировать шоколадки дальше. Спасибо огромное всем за внимание, за просмотр. Всем до новых встреч. И всем пока.